Ну а сейчас к новостям в мире. Социальная сеть Twitter, практически не имеющая широко известных аналогов, столкнулась с большими проблемами. Речь идет и не просто о смене руководства в тотальном сокращении, но и мощном обвале выручки, отмечают аналитики Reuters. Новый владелец Илон Маск и его утверждение о том, что Twitter теряет более 4 миллионов в день, еще раз доказывает, что компания финансово неустойчива. Тем продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Здравствуй, Мариан. Илон Маск нагрузил Twitter долгом в 13 миллиардов долларов, сказали кредитные эксперты агентству Reuters. Сам новый владелец считает, что в этом виноват не он, а активисты, которые оказывают давление на рекламодателей. Однако, многие в рекламной индустрии говорят, что к этому привели твиты самого Маска, распространяющие теории заговора. Еще до возникновения текущих проблем, Маск обставил покупку Twitter таким образом, что потолкнул финансы компании к пропасти. В ближайшие 12 месяцев, компании предстоит уплатить свыше 1 миллиарда долларов, по долговым обязательствам, которые аккумулировал Маск. Выплаты превышают последний раскрытый денежный поток компании, который составил 1 миллиард 100 миллионов долларов. Долговые инвесторы и аналитики утверждают, что соцсеть должна продолжать приносить прибыль, чтобы обеспечить платежи по долгу. В противном случае, ей потребуются денежные вливания. Маск и его соинвесторы выложили более 30 миллиардов долларов из собственных карманом для покупки Twitter. Однако, эти вложения могут оказаться под угрозой, если компании в дальнейшем предстоит пройти через реструктуризацию. Ведь новый владелец собирается уводить почти 4000 сотрудников и ввести ежемесячную плату в 8 долларов за голубую галочку. Спасибо, Асанж.